Вопросы у вас. Давно занимаешься? Да, я занимаюсь с 90... с 83-го года. Обучаюсь в институте физкультуры. Там в институте набирали группу энтузиастов для научных исследований по резервным возможностям организма. И экспериментальной группой энтузиастов, юноши и девушек разных видов спорта, на которых проводились определенные опыты, погружали в состояние, делали программирование, моделировали программирование специально по виду спорта на тренировочный период, на предсоревновательный период, на соревновательный период, для хорошего технического исполнения, для выносливости, для психологического фактора, там, снятия, волнения или, наоборот, мобилизации, активации физических способностей. И вот с тех пор я увлекся, и находясь членом этой группы, энтузиастов, исследовательской группы, я начал помогать специалистам, как бы обладел этими техниками. И в дальнейшем я много лет проработал тренером по акробатике, четырехкратный чемпион Казахстана по акробатике. И в тренерской работе я использовал те свои знания, ну, завуалированно. Я ответил? А с 1993 года я преподаю. Сотрудничал и с Министерством обороны, и сейчас сотрудничаю с Академией исследований лжи, это детектор лжи, ну, полиграфы, полиграфологи, тоже по моделированию информации, по предварительному тестированию, чтобы расположить человека, потому что тестирование на детекторе — это, ну, только согласие тестирования. То есть принудительно нельзя тестировать. Чтобы расположить его, чтобы он пошел на тестирование, а чтобы ввести определенное трансовое состояние, которое способствует тестированию, или ввести его, наоборот, в состояние волнения, или, наоборот, раскрепостить. То есть те состояния, которые будут способствовать, будут ярко выражать его объективные состояния при ответе на определенные вопросы. Также сотрудничал 11 лет Всероссийским научно-исследовательским центром традиционной народной медицины, был заместителем председателя экспертного коллекционного совета по народной медицине. Ну что, 7 часов, я начинаю. Меня зовут Андрей Петр Александрович, я доктор психологических наук, действительно член Российской Академии Космонавтики. Научные работы у меня в основном по ментальному воздействию, то есть техники мысленного гипноза, по дистанционному воздействию. И вот книга здесь, ну это последняя, давно я уже этого не писал, сейчас мы готовим еще одну книгу к выпуску. Это о всех видах информационного воздействия, о психотропном воздействии, о психотроном воздействии. Это научное издание, оно называется, такое название, пока выговоришь, утонешь. Информационная организация психологических процессов, как условия появления технических средств психофизического воздействия. Она написана в сауторстве с генералом армии. О всех видах психотропного, психотропного воздействия, информационного воздействия, которые использовались, и используются в политике военных, то есть на высших эшелонах власти. Здесь описаны переговоры президентов, какое воздействие оказывается с разных сторон, какие защиты используются, какие используются средства, то что я говорю, да, психотропные, то есть это определенные фармакологические. Психотропные – это определенные генераторы, когда люди входят в определенное состояние. Но оператор, он тоже входит в эти состояния, поэтому здесь основным фактором является не само состояние, в котором пребывает народ, а умение смоделировать и подать информацию, чтобы она оказала воздействие в этом транссостоянии. Я расскажу, ну вот немножко о себе, вы чувствуете себя свободно, и если какие-то у вас вопросы есть, вы можете сразу перебить меня и задавать вопросы. Я сейчас расскажу о программе, которую я преподаю уже много лет. Программа состоит из традиционных техник гипнотического воздействия и нетрадиционных. Под словом традиционные имеется в виду, что человек знает, что на него оказывается гипнотическое воздействие. То есть он перешел для того, чтобы с ним провели определенный сеанс кодирования от алкоголя, от алкоголя, от алкоголя, от ожирения, на перестройку психологии, решение определенных психологических проблем, гипнотерапия. То есть человек приходит с определенными проблемами, знает, что здесь используются техники гипноса, он знает, что его будет погружать в гипнотическое состояние, то есть традиционные, их можно назвать классические техники гипнотизации. Те техники гипнотизации, которые я преподаю, вот в этой первой ступени, и вторая ступень это кодирование и гипнотерапия, мною ничего не придумано. То есть это не мои техники изобретенные, это мной выбранные техники, наиболее эффективные, наиболее примитивные, то есть имеется в виду простые, несложные. И разные техники, потому что нет универсальной, стандартизированной техники гипнотизации. Для каждого человека мы должны подобрать индивидуально для него. Для кого-то требуются императивные, повелевающие такие жесткие техники, оперативные, то есть быстрые техники гипнотизации. Для кого-то, наоборот, мягкие, то есть материнский метод мягкий, растянутый во времени. Поэтому при тесте на определение гипновнушаемости человека по его ответной реакции мы знаем, какую технику лучше использовать. И часто бывает, что человек говорит, мне вот эта техника больше нравится, но нравится она или не нравится, а для пациента требуется вот такая техника. Поэтому у нас должен быть определенный минимум, как говорится, ассортиментный минимум разных техник гипнотизации. И императивных, и мягких, и оперативных, быстрых, и медленных. И еще к императивным техникам относятся техники шокирующего гипноза, которые нельзя использовать на людей, у которых больное сердце, и на детях нельзя, потому что это испуг. Первая ступень традиционной техники гипноза включает в себя тест на определение гипновнушаемости пациента, то есть определение гипновнушаемости. Каждый человек подается гипнотическому воздействию, но не каждый окружается в глубокий гипноз. Серьезные какие-то работы, кодирование в большей мере проводятся в глубоких трансовых состояниях. В глубоких трансовых состояниях в общем погружается где-то 15% населения. Поэтому мало кого, 100 человек пришло, из 100 человек 15 человек, которых мы можем закодировать, а остальных мы не сможем закодировать. Если бы вы были подвластны всей гипновоздействию, ну тогда не нужна бы была и академическая медицина, все бы были гипнотерапевтами. Не каждого можно закодировать от алкоголя, не каждого можно закодировать от ожирения, не с каждым можно проводить гипнотерапию. Но есть трансовые состояния, легкие трансовые состояния, которые покрушаются каждый человек. И определенные работы, например, восстановительный процесс, чтобы человек быстро восстановился, чтобы человек успокоился. Или наоборот, для спортсменов, и не только для спортсменов, мобилизовать, сконцентрировать человека. То есть есть легкие трансовые состояния, в которые погружается каждый человек, и определенные работы, которые можно проводить с каждым человеком, и будет достигнут эффект. Так вот, тест на гипнабельность и восемь техник гипнотизации. Далее, погрузив человека в трансовое состояние, мы должны определить глубину погружения. Дальше, первая ступень, включая тест на определение глубины погружения. Есть множество классификаций, и практически у каждого специалиста есть своя личная классификация. Но я использую международную классификацию. То есть ту классификацию, которую используют во всем мире. Если психолог, гипнооператор любой страны будут разговаривать на каких-то конференциях друг с другом, то они предполагают международную классификацию, а они понимают друг друга. Международная классификация включает девять трансовых состояний. Я извиняюсь, практически ночью не спал, и в пять мы выехали. Девять трансовых состояний. Я сейчас расскажу вам о классификации. И в какие трансовые состояния входит каждый человек, в какие состояния уже не входит. То есть это три стадии трех степеней, то есть девять трансовых состояний. Первая стадия, которая включает три степени, это легкий гипноз, в который погружается каждый человек. Первая степень, первая стадия, это состояние психофизиологической релаксации. То есть состояние глубокого расслабления всей мышечной системы и состояние покоя и отдыха. В чем это выражается? Это состояние, я вам так скажу, очень понятно. Примерно, когда человек в бане, в парилке попарился, веником или просто посидел попарился, потом вышел из парилки, сел на скамеечку, и так, ой, хорошо. И вот он чувствует, все тело расслабилось, такое приятное томление в теле, и мысли его, не о чем-то, о каких-то заботах, а мысли растворяются в ощущениях приятности, в ощущениях блаженства. Вот это состояние психофизиологической релаксации. В такое состояние, ну, без парилки, возможно покрустить каждого человека. В этом состоянии проводятся определенные работы. И на восстановление, и на мобилизацию, и на перестройку психологии, какие-то психологические, решение каких-то психологических проблем. Множество работ проводится в этих состояниях. Далее, вторая степень первой стадии. Это тоже ПФР, психофизиологическая релаксация, та же релаксация, плюс навязывающая дремота сонливость. Здравствуйте, проходите. То есть, та же релаксация, но только у человека зевутая, глаз, и вот как бы ему хочется не просто посидеть, а вот хочется прилечь. Вот такая навязывающая сонливость. Чуть-чуть поглубже. И те же самые работы уже эффективнее будут проходить. Эти состояния можно выставить у каждого человека. Далее, третья степень первой стадии. Это та же релаксация, и та же сонливость, плюс оцепенение. Человеку не хочется шевелиться. Вот как он сел, так и сел. И вроде как вот... Ну, ни о чем не думать человек не может, то есть, мысль, она динамична, но динамика, она сокращена вот в ощущениях. Что, ой, хорошо, и приятно. Хорошо, и приятно. Вот такая сонливость. Не хочется шевелиться. Оцепенение выражается в том... Порой даже человек вроде как бы и захотел шевелиться. Не то, что не может, а вот хотел что-то положить ногу на ногу, и что-то... Не идет нога. Оцепенение в пассивном трансе. И оцепенение есть. Вы все видели, на эстраде всегда показывают при демонстрации возможности гипноза каталептический мозг. Когда укладывают человека на спинке студя. То есть, под шею и на ахиллово сухожилие. И он лежит на спинке студя. То есть, свет мобилизации, и тоже мышцы оцепенения, и он не может расслабить. Слёны лежат на каталептическом мозге. Я в июне приезжал и проводил два занятия. Сейчас девушка пришла. Я не знаю, вы пришли повидать меня, да? И вот два занятия проводили. На втором занятии, а на занятии было 14 человек, на втором занятии все 14 человек, но одна женщина, она просто не захотела, все они друг друга ввели в это состояние. Все 13 человек друг друга ввели в это состояние. То есть, это вот ученики, ну, два дня, то есть, получается, занятия там по два часа, то есть, получается. Так вот, первая стадия трёх степеней, в которой окружается каждый человек. И повторю ещё раз. Первая стадия, первая стадия, это психофизиологическая релаксация, сильное ослабление, вторая степень первой стадии, это расслабление и садливость, зевнуть хочется, привечь хочется. И третья степень первой стадии, это расцепление, когда не хочется обшиведиться, или не может человек обшиведиться. Далее, средний гипноз, в который уже не каждый человек погружается. Где-то 25% погружается всего населения. В средний гипноз, вторая стадия, которая также включает три степени. Первая степень второй стадии, это состояние, при котором можно вызвать галлюцинацию по одному из каналов восприятия. У нас пять каналов восприятия, ну вы знаете, я наружу, то есть визуальный зрительный, аудиальный слуховой, обоняние, вкусоощущение и тактильно-гинезидический осязание. Пять каналов восприятия. Мы стараемся, подгрузив пациента, вызвать галлюцинацию по всем пяти каналам. Но по четырем не прошла, по какому-то запаху, который мы ему давали, что сейчас почувствую, запах разрезанной дыни, как будто где-то рядом разрезали свежую, ароматную дыню. Ты четко, ясно чувствуешь, и потом он говорит, да, я прям чувствовал этот запах. Не представляла, прям чувствовал этот запах. Или там запах лимона, или чего-то там, шашлыка у человека, что-то на делительные процессы, и прочее. Или бы запах не чувствовал, а вот слышал там звуки природы, как стрекочат вкуснечки, шелест листвы там в лесу или на берегу моря, шум набегающих волн, крики детей, говор людей и так далее. Вот по одному каналу, это есть первая галлюцинация по одному каналу, когда не представляет человека, воистину прям слышит, видит, чувствует. Вторая степень, второй стадии, это когда мы можем вызвать галлюцинацию по двум каналам восприятия. Третья степень, второй стадии, когда мы можем вызвать галлюцинацию, проходит галлюцинация по трём каналам восприятия. Это уже состояние, ну, сровне, в глубоком гипнозе. Уже множество работ можно проводить в этом состоянии. Далее идет третья стадия, которая также включает три степени. Первая степень третьей стадии это состояние, при котором можно вызвать галлюцинацию и проходит галлюцинация по пяти каналам восприятия. Это состояние называется сонно-мунистическое состояние. То есть мы можем внушить пациенту иллюзорную реальность. Он находится здесь в комнате, но будет видеть, слышать, чувствовать все то, что мы ему внушаем. Мы ему сказали, что находится на берегу моря, значит он будет видеть, слышать, чувствовать, что находится на берегу моря. Вторая степень третьей стадии. Это состояние, при котором мы можем вызвать у пациента амнезию и анестезию. Амнезия это блокирование информации в память пациента. То есть определенную информацию мы заблокировали, к примеру, как его зовут, имя, отчество. Он не помнит. Анестезия это исчезает чувствительность, исчезает болевые ощущения и не только болевые ощущения. Не чувствует там дуновения ветра, не чувствует там влагу и боль так же. То есть и анестезия и анаргезия. И третья степень, третьей стадии, самое глубокое состояние, это состояние, при котором проходит тест на зомбирование. Зомбирование это программирование, при котором на сто процентов отсутствует сознательный анализ воспринимаемой информации. То есть пациент не понимает, что ему говорят, что ему внушают, и не помнит в дальнейшем. И при реализации внушенной программы, то есть ему внушили, что он должен сделать, подойти, сломать это дебро. При реализации внушенной программы, так же на сто процентов отсутствует сознательный анализ тех действий, которые он выполняет. То есть он не осознает, что он делает. Может быть, большинство видели из вас художественный фильм «Золото партии». Видели? Как бы «Роспал Советского Союза». Ну это художественный фильм, но по факту это как бы это все реально. Когда одному там из членов правительства позвонили по телефону, он застрелился, с другим позвонили по телефону, он выбросился в окно. Была сделана программа зомбирования, и по определенной команде, то есть он реализовал эту программу, то есть на сто процентов отсутствовал сознательные анализы и действия, которые выполняли. То есть этот тест на зомбирование используется. В основном используется в Министерстве обороны в разведке. Камикадзе их зомбируют, то есть есть один камикадзе и там четыре гублера. Для гипнотерапии такая глубина не требуется достаточно. даже в третьей степени второй стадии, или в первой степени третьей стадии. Вот такие глубины, вот таких девять трансовых состояний, это по международной классификации, которые рассматриваются во всем мире специалистами. первая ступень включает тест на гипнотерапию, 8 техник гипнотерапии и тест на определение глубины погрушения. Занятие на первой ступени 90% времени уходит на практическую работу. все, что заявлено в программе, то есть вы не просто будете знать, как это делается, а вы будете уметь это делать. Потому что знать одно, как фокусник один показывает фокусы, и после концерта к нему подходит один зритель, говорит, а я знаю, как вы это делаете. Он говорит, ты знаешь, а я это делаю. Поэтому это все вы практически будете отрабатывать, и все у вас будет получаться. писать практически на первой ступени, ну, три предложения всего запишите, а остальное я даю как учебное пособие в распечатанном виде, полностью все техники. Основная проблема возникает не в техниках гипнотизации, ничего там сложного нет, я сейчас объясню, расскажу. А в основном небольшая проблема возникает в запоминании текста. Все тексты при гипнотизации, все тексты при программировании, они должны быть выучены наизусть. Не просто наизусть, они должны быть в подсознании. Сознание должно быть освобождено для мысленного воздействия. Вот когда человек обучается вождению автомобиля, обучается, он думает, так надо бежать, педальможать, скорость включить, теперь там сцепление пускать, газ добить, он сейчас думает, если его будет кто-то отвлекать, он скажет, да отстань ты, потому что у него все внимание здесь. А когда он отработал до автоматизма, информация ушла в подсознание. Сознание свободно, он сидит, разговаривает, спорит с человеком, а сам ведет в автомобиль, то есть информация в подсознании. поэтому нам техническую часть, а к технике относятся речевые установки, вот текст, который мы говорили, интонация голоса, ритм и громкость речи, пассы, прикосновения, поглаживания, удары, тычки, вдохи, выдохи, задержки дыхания и фокусировка гипнотического взгляда. Эта техническая часть должна быть отработана до автоматизма, и она должна быть в подсознании. Сознание должно быть освобождено от контроля над техникой. Второе составляющее гипнотического воздействия это ментальное воздействие, то есть мысленное воздействие. В момент гипнотизации, например, мы сейчас будем погружать пациента в пассивный транс. В момент гипнотизации оператор должен удерживать концентрацию внимания на динамичной мысли-форме образа достижения. Образ достижения это поза, в которой должен наказаться пациент в итоге нашего воздействия. Я сейчас примитизирую информацию. Сидит пациент, сейчас мы будем на него воздействовать. В итоге, в какой он должен оказаться позе? В итоге, у него должны закрыться глаза и повесить глаза. Закрыться глаза и повесить глаза. И вот мы там его саживаем, сядь удобно, расслабься. А мысленно, вот мы технику делаем автоматом, а мысленно, мы динамик, в динамике, как в повторе, мы представляем, представляем, что у него глаза закрылись, голова опустилась. Глаза закрылись, голова опустилась. Глаза закрылись, голова опустилась. Вот мы представляем, что у него глаза закрылись, голова опустилась. Мысленно представляем, то есть как бы навязывающее ментальное воздействие, мысленное воздействие, динамичное, визуальное мысль в форме, образа, достижения. Третья составляющая, в момент введения человека в гипнофическое состояние пассивного транса, гипнооператор должен находиться в таких психоэмоциональном и психофизиологическом состояниях, которые желает вызвать у пациента. Какое состояние мы желаем вызвать у пациента? Это состояние по пауло называется состояние парадоксальной фазы. И еще психология называется пограничное состояние между бодрством и сном. Но даже многие специалисты, психологи, они точно не понимают, что же это за пограниченное состояние, что же это за состояние парадоксальной фазы. Я вам сейчас скажу таким простым языком, и вам станет понятно, какое это состояние. Это состояние, в которое мы хотим вести, это состояние борьбы со сном. Каждый из нас пребывал в этом состоянии неоднократно. Ну вот часто я пребываю, вот я лежу в постели уже перед сном, и смотрю телевизор, и уже спать я хочу. Думаю, ну досмотреть, чем там кончится, или футбол, или фильм какой-то, но хочется досмотреть. И уже не просто нет проблем уснуть, уже как бы все спит, ты просто борешься со сном. И если тебе скажешь, можешь уснуть, все, выключил движение и отрубился, или даже не выключил, расслабился, и все, и ушел. То есть вот в этом состоянии, вот это есть и состояние парадоксальной фазы, не просто релаксация, какая-то сонливость, а состояние, которое ты в любую секунду готов провалиться. В этом состоянии должен находиться оператор. Он должен обладеть, я отдаю упражнение, как мы можем обладеть, способностью быстро входить в это состояние, парадоксальная фаза. Но, в крайнем случае, на первых порах не обладел оператор способностью быстро входить в это состояние. Что он может сделать? Завтра придет к нему пациент. Ему надо его покушать в гипнотической стадии. Не поспи ночью. А вечером к тебе придет пациент. Ночь, день. То есть ты находишься в этом состоянии, ты легко входишь в это состояние, потому что у тебя сонливость, у тебя весь организм спит. Ты легко войдешь в это состояние. Ну, плюс, конечно, упражнение я даю. В дальнейшем легко это осваивается, вхождение в данное состояние. И не требуется много времени. У некоторых вообще сразу получается. Поэтому это не те навыки, которые годами отрабатываются. А это буквально 2-3-4-5 максимум дней. А, говорю, у некоторых сразу получается. Есть люди такие сонливые, которые... Он сел и уже как бы им подрывать хочется. Вот три составляющие. Повторяю. Первая. Техника, которая относится к речевым установкам. Интонация голоса. Ритм, громкость речи. Пасты, прикосновения, поглаживания, удары, тычки, вдохи, выдохи, задержки дыхания. И фокусировка гипнотического взгляда. Вторая составляющая гипнотизации это ментальное, мысленное воздействие в момент гипнотизации. Наше сознание освобождено от техники. И сознательно мы концентрируемся на визуальной, динамичной мыслеформе образа достижения. То есть мы представляем, что у него глаза закрываются, голова закрывается, глаза закрываются. То есть мы представляем вот этот сюжет. И третья составляющая это энергетическое воздействие, имеется в виду психическая энергия. То есть оператор должен находиться в таких состояниях, которые желает вызвать у пациента. То есть вот состояние парадоксальной фазы, когда мы повышаем пассивный гипнотизации. То есть понятно, да? Вот эти составляющие, вот что включает в себя весь процесс гипнотизации. Нет здесь ничего такого сложного. Сложность, говорю, возникает в том, и немножечко дольше человеку надо потратить времени, то, что не все очень быстро могут запомнить и текст. Сложность в том, чтобы выучить текст наизусть. Ну, здесь уже зависит от желания человека. Некоторые останавливаются на том, что ну, я потом там выучу, и все. То есть он знает как, а не может, потому что текст не выучил, а тексты наращиваются, 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 и потом все программы выучить очень тяжело. Поэтому обучение всегда должно быть с таким здоровым пристрастием. Как бы не с больным фанатизмом, а здоровым пристрастием. Что я хочу и научусь. Да? И ну, подольше поучи. Позже ляг спать, почитай, поучи, погоняй текст. Пораньше пороснись, всегда время найдется. Вот я вам рассказал, что включает первая ступень. То есть чем вы овладеваете. И нам в первую ступень входит состояние активного транса. Это состояние каталитического мозга, в которое, я вам рассказывал, ученица сидит. Здесь молодец, кстати, что пришла. И вся группа, вот в июне, два дня занятий, вся группа, они выложили друг от друга. То есть и она лежала на Москву, и она лежала. Не лежала? Да, лежала. Значит, два человека. И еще, вот, да. Людмила вроде. По первой ступени, если есть какие-то вопросы, у меня есть ответы, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Ну, раз у меня ответы есть, я все-таки отвечу. Я сам задам вопрос. Вопрос такой актуальный, который вообще вначале всегда задают. Ну, на один вопрос я уже ответил. Вопрос такой. Каждый ли человек подается гипнозу? Ну, я вам ответил, что каждый человек подается гипнозу только в легкие стадии транссостояния. В средний гипноз, где-то 25%, в глубокий гипноз, где-то 15%. Поэтому не с каждым можно проводить котирование, гипнотерапия, определенные работы, которые требуются в глубоком гипнозе. И еще один вопрос тоже задают. Гипнабельность человека. Хорошо это или плохо? Вот что человек внушает, что он подвластен на гипнозу состоянии. Здесь, как бы, такого однозначного ответа дать нельзя, но в большей мере. Конечно, это хорошо. Гипнабельность, она выражается в чем? Гипнабельность выражается в развитости воображения человека. Вот люди творческие, не обязательно там композиторы, художники, музыканты, скульпторы. Ну, человек может быть и слесарем, но у него развитое воображение, как у художника, как у музыканта. Вот развитость воображения, это признак гипнабельности. Негко можно вызвать галлюцинацию у человека воображение и так, до такой степени развито, что он как до галлюцинации доведен, он слышит, видит и чувствует. И второй фактор гипнабельности, это широкий эмоциональный диапазон. Люди эмоциональны, люди сопереживающие, человек, какая-то проблема у него, беда какая-то, и может быть он к этой беде относится, ну, как бы, беда, беда, пройдет все. А этот человек сопереживает, ну, больше, чем он, да, вот это чувство сопереживания, чувство эмоциональности, человек очень сильно радуется, человек очень сильно возмущается и печалится, то есть, широкий эмоциональный диапазон. То есть, это тоже хорошо, то есть, человек, независимо от своей эмоциональности, он может сформироваться и быть сдержанным и удержанным, уметь сохранять психическое равновесие, но то, что широкий эмоциональный диапазон, это дает ему возможность понимать большее количество людей, очень тонко понимать. Экстрасенсы считаются гипнабельными людьми, ну, это люди творческого склада. Ну, я являюсь действительно членом Российской Академии Космонартики имени Целковского, скажу, что все космонавты супергипнабельные люди, потому что определенные работы они выполняют в трансовых состояниях, то есть, в гипнотических состояниях. Поэтому, если вы слышали, ну, мнение обывателей, что если человек гипнабелен, то это слабовольный, то есть, это к воле не имеет никакого отношения абсолютно. То есть, эмоциональность человека разок на себя, выброшки. Поэтому, в большей мере, это хорошо. Плохо в том случае, если человек гипнабелен, и он, ну, примитивен, необразован, забитый, его и так, как говорится, легко обмануть, а он еще и внушает. То есть, ему там внушить, он куда-то там, и в сеть в какую-то попадет, и в банк там деньги будет вкладывать, и, то есть, его легко обмануть. Это, конечно, плохо. Когда человек низкого интеллектуального уровня внушает. Ну, вот я какие-то вот простейшие вопросы задал, сам и ответил. Да, пожалуйста. Так, у меня несколько вопросов. Первое, это до какой стадии человек осознает, что он находится в гипнозе? Есть тоже разные ощущения у разных людей, разные ощущения. И даже у одного того же человека в разный момент гипнотизации разные ощущения. Есть человек, который вот эстрадный гипноз проводит, да, демонстрации какие-то делают, и он все чувствует, и ему даже, кажется, осознает. А он, ему внушали, что ты сидишь в лодке, берись за пёс, ты начинаешь грипсти там, и прочее там. Вот, я сейчас поднесу яблоко, почувствуйте аромат яблока, оно очень целебное, разрешаю укусить один раз, он там кусает, а ему просто картошку почистили здесь, вымыли, и картошку откусил. И потом вывели странцы в это. Ну, что чувствовали там, спрашивают. У некоторых спонтанно, амнезией вообще ничего не помнят. Некоторые помнят, и они говорят, вот я прям видел, я прям чувствовал, яблоко вкусное. А этот говорит, ну, знаете, я вот чувствовал какая-то сонливость, релаксация, но в гипноз я не погрузился. Говорит, а вот вёслами ты не грёб? Он говорит, я слышал, говорили, там в зале смеялись. Он говорит, я не грёб. Говорит, а яблоко, это он говорит, яблоко не помню. Потом ему товарищи, говорит, ты чё не помнишь, как яблоко жало? Он говорит, какое яблоко? То есть, поэтому есть ощущение, что человек не погрузился, он погрузился. Есть спонтанная амнезия, то есть на разных стадиях у одного и того же человека в разный момент гипнотизации разные ощущения. Я ответил ещё следующее вопрос. А сам себя дигнотизировать? Техники самогипноза, они отличаются, это ауто-воздействие, а гетеро-воздействие, когда воздействует оператор. Они отличаются губиной. Гетеро-воздействие во много крат эффективнее и глубже человек погружается, чем ауто-воздействие. Потому что ауто-воздействие, большая часть коры, то есть сознательная часть, расторможена, потому что ему надо контролировать себя. И когда он начинает уходить более глубокий, то есть кора затормаживается, он просто уходит в естественный сон. Поэтому ауто-программирование и ауто-транс, он слабее гетеро-воздействия. Я ответил? Ну, до какой стадии можно довести? Галлюцинации саму себя? Ну, классификацию, классификацию, вот гетеро-воздействие, она не прикладывается к ауто-воздействию. То есть там совсем другая классификация, и она вообще, ну, индивидуальна. Потому что, ведь у нас есть очень много трансовых методик, да, есть оккультные дисциплины, мистические дисциплины, традиционные, нетрадиционные и йоги, да, то есть многолетние занятия, да, то есть позволяют человеку входить ранее, смоделировав определенную программу, для чего он входит в состояние, да, то есть войдя в состояние программа, как бы впитывается им, потому что она смоделирована им. Поэтому, как говорится, человек, который годы занимался, и на ту глубину, и то программирование, которое он может на себе продемонстрировать, да, то есть просто обывателю надо, ну, там, 10 лет прозаниматься, то есть он не сможет. Это путь последовательный, он требует многолетних. Я вот, ну, начал немножко о себе, вот я много лет проработал тренером по акробатике, много лет тренировался. Акробатика – это такой вид спорта, который ты не сделаешь сразу, там, два винта задние, трюковый лимит, не сделаешь, это надо годы кропотливой работы. И здесь тоже самое. И медитация – это какой-то степени тренировка гипноза. Да. Медитация – это удержание концентрации внимания на определенном сюжете, который способствует вхождению в определенное состояние. Надо, например, единоборцу войти в состояние мобилизации, силы, бешенства, что он готов, как говорится, на куски порвать. Он моделирует сюжет, что человек, с которым он будет сейчас спарринговаться, биться, это не товарищ по команде, а это человек, который обидел его маму, его ребенка, его жену. Он моделирует определенный сюжет, и этот сюжет вводит его в такое состояние, что он сейчас без всяких техник готов на куски порвать. Или наоборот, войти в состояние обаяния, мягкости. Человек может смоделировать определенный сюжет, представить, что там, что вам нравится. Ну, нравится, например, у меня внучка моя маленькая, вот я как с ней сизюкаюсь, обнимаю, прижимаю. То есть собачатка маленькая, которая вызывает определенное умиление. Я создаю определенный сюжет, который вводит меня в определенное состояние. Для чего так? Ну и также занятия спортом могут, например, все два тренировка вводить в такое состояние. Конечно, конечно. Ну, я и рассказываю, что я использовал, работая тренером, я использовал данный тренировок. Нет, сама тренировка помогает войти в транс. Помогает, да. И насчет наркотических веществ, это тоже в транс получается? Да. Но они помогают, скажем так, развить гипноарминоз? Помогают. И есть, в академической медицине используется наркогипноз. И, ну, я думаю, что большинство из вас читали Станислава Грофа, да, который использовал ЛСД, как фактор, способствующий развитию психиспособностей, и ЛСД-терапия. Елена Петровна Блавацкая потребляла марихуану, которая способствовала достижению определенных состояний. Николай Верери потреблял марихуану, которая способствует вхождению в определенные состояния. Сам Станислав Гроф использовал ЛСД, я с ним лично знакомый, он приезжал два раза в Москву, и 70 лет юбилей мы справляли. Но когда второй раз он в НГУ приезжал, я не встречался, а так вот я знаком с ним. Очень интересный доклад свой делал, очень интересный человек. Ну, он умер очень много. Еще? Алкоголь. Алкоголь, это тоже транссовое состояние. И состояние, при котором человек, ну, соображает, то есть адекватен, все это транссовое состояние способствует гипнотизации. То есть, в какой-то степени, как говорят, как тренировка. То есть, потренинг попил, потом пить перестал, но у тебя уже гипнотизация сходилась. Да? 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 Я сейчас... Такая шутка, может быть, это и в реальности было. Ну, гипнотизер, эстрадный гипнотизер, который на сцене выступает показательными выступлениями. Ну, и что-то там демонстрация, там, сейчас проведем тест нацепление рута. Ну, и один пьяненький мужик говорит, а меня сможешь гипнотизировать? Таким, человек говорит, да, смогу, иди сюда. Ну, тот идет такой, в раствалку такой, говорит, ну, попробуй сейчас, да. Ну, подошел, он говорит, ну, встань спокойно, расслабься, ты не бойся. Тот говорит, да я не боюсь. Ну, такой смелый, говорит, ну, сними пиджак. Вот, раз, так пиджак снимает, раз, на плечики повесил, говорит, ну, не бойся, галстук сними, что ты весь закрепочет? Вот, раз, галстук снял, рубашку сними, вот тут рубашку снял, что ты боишься? Брюки снимай, да я не боюсь, брюки снял. Он говорит, ну, вот, собственно, и все. Он его раздел, да, что софи, и, собственно, и все. Есть состояния такие, когда, вот, вы слышали тест, ну, он у меня в программе, есть тест на гипнабельность и индивидуальный, и групповой, тест на сцепление рута. Кисти сцепились, и человек не может их расцепить. Открыть всем глаза, у кого руки сцепились, у кого руки не сцепились, опустите их вниз. А у кого сцепились, сейчас я сосчитаю до трех, и как только скажу три, ваши руки расцепятся. Раз, два, три, руки расцепились. У кого руки не расцепились, подойдите ко мне, это уже супер гипнабель, они уже в гипнозе. Так вот, руки там, ну, надо, тактильное воздействие там, руки расцепились, так, вот так, или даже дунь. Руки расцепились, и они, да, расцепились. Ну, человек, как говорят, ну, гипноза я никакого не почувствовал. У тебя руки сцепились, сцепились, расцепить ты их не можешь. Это локальное воздействие. То есть, все, подчинились. Почему на кисти? Потому что кисти у нас более чувствительная часть. Ну, не локтем и что-то, ну, шероховатость пробую, правильно? Пальцами, ладонями, там вес, там кольцо сколько весит примерно. Более чувствительная часть. И идет воздействие на более чувствительную часть. Но если ты воздействовал на кисти, это часть тела, ты можешь воздействовать так же и на печень, и на желудок, вызвать у него расстройство и так далее. То есть, это уже супергипнамины, у которых по общей команде не расцепились. Поэтому ощущение активного транса, да, вот даже в традиционном воздействии, внешне не осознается. Человек, вот руки сцепились, я проводил там, и один товарищ зашел, опоздал, в бронежилете с автоматом. Руки не сцепились, ну, не расцепляю тебя. Говорит, я гипноза не почесил. Чего это гипноз? Говорит, ты руки расцепить можешь? Нет. Говорит, сейчас автомат. Говорит, эх, как ты был сержантом, так ты и останешься. Ну, просто смеялись. Да поэтому, конечно, осознает обыватель трансовое состояние, когда что-то он сделал и не помнит. Состояние амнезии. Или он помнит и понимает, что он не мог шевельнуться. Телы движения были замедленными, сковаными, или роботоподобными. Так, 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 так. Вот такие вот. Или вот, как когда птический мозг, то есть напрягся и не может расслабиться. Или встал, не может сойти. Или, как на эстраде делают, там, скажи, как тебя зовут, там, Петр. Скажи свои полные имя. Петр, вот твое имя, я его забрал. Как бы ты ни пытался сказать, голос пропал. Он здесь. Ну и там говоришь, что, скажите ему. Пусть он попробует. Ну, говори, говори. Он не может сказать. Здесь человек осознает, что вот он какое-то состояние, то есть, ну, не может сказать его человеку. Так, еще какие вопросы? Ну, например, если работать с группой, у каждого своя индивидуальная техника воздействия на каждого. Соответственно, как-то в комбинации используются техники, если группа не может быть. Не понял вопроса. Если... Но вы говорили, на каждого человека индивидуальная техника воздействия. Если есть группа, как тогда воздействовать на группу? То есть, каждому нужна отдельная техника? На группу? Как мы можем проводить групповую гипнотерапию? Не проводится. Не проводится. Если, ну, как бы, проводят там дилетанты ради того, то есть, ну, это запрещено, это вредно, и это неправильно. То, что Кашпировский, и он сам потом признавал, то есть, это как бы, ну, запрещено, это нельзя делать, групповое воздействие. В мини-группе проводится, например, кодирование от ожирения, кодирование от того, как курение. В мини-группе можно проводить. И то, ты уже индивидуально одного человека можешь отсадить, или паузу сделать. Потому что там идут текст, внушения, которые должны добиться ответной реакции. Например, при ожирении у нас идут установки на нормализацию обменных процессов и на отвращение к обильной калорийной пищи, равнодушие ко всему мучному и сладкому. И мы перед тем, как проводить кодирование, проводится собеседование, мы объясняем, под словами обильной калорийной пищи имеется в виду жирная пища, мучная пища, мясо, сало, колбаса, масло. И состояние обильной пищи имеется в виду состояние переедания. Ты переел, аж тяжело дышать. То есть, вот это состояние. И идет внушение. И вот их сидит, например, один человек сидит, и ты должен в установке говорить до тех пор, пока не будет ответной реакции. Вот какая ответная реакция? Сейчас ты почувствуешь сильное отвращение к обильной калорийной пищи и равнодушие ко всему мучному и сладкому. Отвращение к обильной калорийной пищи усиливается. Ты четко и ясно чувствуешь сильное отвращение к обильной калорийной пищи. Тебе противно, тебя подташнивает. Тебе все хуже и хуже. И вот мы повторяем, повторяем, пока у человека вот на лице Вот такое отвращение, ты ему справа говоришь, он так отворачивается, у него такой рвотный рефлекс, да, индивидуально, значит ты добился ответной реакции, значит ты дальше продолжаешь текст. А если их пять человек, у одного уже есть ответная реакция, а у тех нету, а ты будешь давить его, доведешь до работы, то есть даже проводится мини-группа, но уже это не работа получается. Как говорится, я понимаю, что оптом, как бы, задешевле, но эффект совсем другой. Поэтому это все должно быть индивидуально. А второй курс? Вот кодирование, это что? Сейчас я по первой ступени вам рассказал, ответил на вопросы по первой ступени, и если по первой ступени нет вопросов, тогда я сейчас, вторая ступень, которая включает как раз кодирование и гипнотерапию. Я расскажу о второй ступени, как раз у вас будут вопросы. Все, по первой ступени нет, да? Вторая ступень, это кодирование и гипнотерапия. Вторая ступень включает кодирование от алкоголя, кодирование от табакокурения, кодирование от ожирения и кодирование на перестройку психологии. Гипнотерапия. Общий принцип гипнотерапии, как моделируется информация, установки при лечении от любого заболевания, каково должно быть количество установок, что такое код информации, какова частота и количество повторения данных установок, как добиваемся ответной реакции, какое количество курс гипнотерапии во всем мире проводится сеансов, каков интервал сеансов, или каждый день, или через день, или через два дня на третий, или через три дня на четвертый, как устанавливается интервал, в гипнотерапии в программе лечения от заикания, коррекция зрения при дальнозоркости или зарубкости, снятие острой и головной боли, снятие, не лечение, снятие острой и головной боли, лечение при спайках, маточных трубах, и общий принцип гипнотерапии. Вот что включает вторая ступень. Кодирование от алкоголя, тот метод, который я даю, также вторая ступень, то есть мною абсолютно ничего не придумывает. Выбраны наиболее эффективные и простейшие методы воздействия. Лечение от заикания, лечение при спайках, маточных трубах, это мне прямо навязал один из известных мастеров в области гипноза, Райков Владимир Леонидович. Он умер, он сам был сопрезидент Международной ассоциации экспериментального гипноза, ему можно было использовать наркотики и прочее, еще во времена Союза. Он доктор медицинских наук, врач, гинеколог, и он разработал множество методик по гинекологическим заболеваниям с использованием гипно-воздействия. Кодирование от алкоголя, который я даю, эта методика относится к жестким методам кодирования. Есть множество разных методов кодирования от алкоголя, но все они делятся на лояльные и жесткие. Сам процесс кодирования может быть одинаков, а жесткость и лояльность подразумевают в том, что лояльный метод кодирования предполагает предварительное воздержание пациента перед кодированием. Две недели он должен не употреблять спиртное, есть методы, где он должен чистку крови, прокапаться, восстановиться. Жесткий метод кодирования не предполагает предварительного воздержания. Вчера пил, сегодня мы можем кодировать. Но жесткий метод кодирования используется в зависимости от общего состояния здоровья человека. Если человек не больной, в общем здоровый, то жесткий метод кодирования. Даже утром он выпил одну-две рюмочки, мы можем кодировать его в этот день. Единственное, для оператора не очень приятно то, что в момент кодирования будет рвота. Но зато жесткий метод кодирования, чем он считается для меня приоритетным, тем, что пациент сразу чувствует эффективность, эффект кодирования. Кодирование. Он сразу чувствует отвращение, отторжение. А когда он не пил, там, две недели, или закодировался, или вот он как, он не пил, он вроде как себя уже нормально чувствует, он и не поймет, или он сам держится, или... Уже надо проверить. Закодировали, да, да. Поэтому жесткий метод я выбрал. Ну, и жесткий, я когда говорю о кодировании, когда мы начинаем отрабатывать этот метод, я рассказываю о всех методах, которые используются в клиниках, распространенных методах кодирования. И групповые есть методы жесткие, очень эффективные. Ну, тоже там с работой идет процесс. Кодирование от табакокурения, кодирование от ожирения. Кодирование от алкоголя не требует глубоких погружений, потому что вызвать отвращение к алкоголю и к этому состоянию у пациента гораздо легче, чем вызвать у курящего отвращение к табакокурению. Потому что алкоголик, состояние отвратительное, он переживал их многократно. И рвота у него была, и плохо ему было, и отторжение было, и самосостояние было. Поэтому вызвать у него состояние отвращения несложно. А вот кодирование от табакокурения уже требует, вроде в сравнении, то есть табак и сам может человек бросить, то есть он миллион бросает и ничего. То есть по кодированию от алкоголя легче закодировали, то есть не требуется глубокого погружения, а от табакокурения требует глубокого погружения. И кодирование от ожирения, практически они, ну тексты разные, а весь подход, весь процесс один и тот же. Что от табакокурения, что ожирение. Ну, ожирение у нас две причины. То есть или нарушение обменных процессов, или переедание. То есть организм работает нормально, но человек хочет много. То есть идут установки, то есть мы должны на собеседование определить или нарушение обменных процессов, или переедание. Если нарушение обменных процессов, значит доминанту мы делаем на установках на нормализацию обменных процессов. Там идут такие установки. Сейчас ты почувствуешь, как от макушки до кончика пальцев ног по твоему телу пробежит теплая волна. И по мере твоих ощущений в твоем организме полностью нормализуется огненный процесс. Вот эти установки мы повторяем, повторяем, повторяем. Стараясь вызвать у него ощущение теплой волны. Но до этого мы проводили тестирование. И мы знаем, что тактильно-кинестетическая галлюцинация у него была перед тем, как кодирование проводить. Мы уже знаем, какая глубина. И знаем, что он сейчас почувствует эту теплую волну, потому что мы галлюцинацию вызывали по тактильно-кинестическому каналу. А если переедание, значит доминату чаще мы повторяем, большее количество раз установки на отвращение к обильной и калорийной пище и равнодушие ко всем ручному и сладкому. Ну вот я говорю, ты чувствуешь себя, сейчас ты почувствуешь, потом ты чувствуешь. Сильное отвращение к обильной и калорийной пище. Тебе противно, тебя подташки, тебе все хуже и хуже. И сами мы должны находиться в этом состоянии. Так же как в гипнотизации, так же и в гипнотерапии и кодировании. Оператор должен находиться в тех состояниях, которые желает высказать у пациента. Если часто бывает, особенно у девушек, кодирование от алкоголя начинает делать, все правильно делает, нажимает и прочее. И текст звучит так, и она говорит, делаю кодирование, ну вот он говорит, от года до пяти, то есть он говорит, на три года, делаю кодирование от алкоголя на три года. Если ты выпьешь гипнотерапии, если ты выпьешь гипнотерапию, у тебя начнутся спазмы, будет рвота, как, вот знаете, как белит, парус одинокий, в тумане мой, да, то есть вот так, с выражением. Вот все правильно делает, но она не находится в этом состоянии и не будет эффекта. Потому что пациент должен находиться в состоянии, что вот с тебя сейчас вырви, вот вырви. И ты до кодирования, ты должен подготовиться, там, или понюхать, или вспомнить все противное, там, какой-то блевотенок, какие-то запахи, чтобы вот находиться вот в этом состоянии. Да, и когда ты говоришь, что, если выпьешь гипнотерапию, у тебя начнутся спазмы, будет рвота, да, то есть ты находишься в этом состоянии. Потому что это состояние, оно передается, оно индуцируется сразу на подсознание. Вот все знаете и замечаете, один человек зевнул, и другому хочет зевнуть. И не так, что сознательно думает, дай-ка я зевну. Нет. Помимо своего желания сознательного, то есть уйдет воздействие на подсознание, раз я ему зевну, тебя хочется. Вот это состояние, оно индуцируется, то есть переносится это состояние, и ты должен по-настоящему находиться в этом состоянии. Когда ты находишься по-настоящему в этом состоянии, у тебя интонация голоса, и все. Даже паузы, у меня бывает, например, кровотый рефлекс, слезы на глазах появляются. А бывает еще, когда перегарчик от него идет, и еще водку я обычно покупаю, какие-то чекушки. Но сейчас уже более качественные, а вот раньше там чеку, ты понюхаешь, прямо с того, боже, вот так выворачиваешь. Нашу белорусскую можете купить. Волосе, пожалуйста. Да нет, ну и в Москве попадается, но режет. Раньше чекушку ты купишь стабильно паленая. Я-то знаток. Вот. Кодирование от ожирения. Вот все состояния, мы должны входить в эти состояния. Гипнотерапия. Также мы отрабатываем лечение от заикания. Общий принцип гипнотерапии заключается в том, что находясь в гипнотическом состоянии, третьей стадии, второй степени, или там глубже, что происходит в этом гипнотическом состоянии? В этом гипнотическом состоянии пробуждаются внутренние энергетические ресурсы. То есть вот резервная энергия, которая есть у нас множество разных методов, и в экстремальных условиях пробуждаются эти энергии. Да, то есть, ну, все слышали, вот в книге Гиннесса есть, там, что от медведя охотник убегал, то есть яму перепрыгал, ну, как мастер спорта, там, женщина, там, автомобиль, который на ногу ребенку на них подняла. Значит, вот откуда-то вот такая сила берется. Система Порфирия Иванова, которая называется «Детки», где там недоедание, обливание холодной водой, да, то есть вот для экстремальных состояний, для пробуждения вот этих внутренних энергетических ресурсов. То есть они пробуждаются. Эта энергия есть резервная, но не всегда она человек умер от какой-то патологии, а она не была задействована, потому что не было этого состояния, чтобы задействовать эту энергию. А вот в гипнотическом состоянии она пробуждается, эта энергия. Она пробуждается, и помимо даже наших установок, она сама идет по мере постребования, куда надо. Сердце работает нормально, ему не надо лишнюю энергию, он ее не просит. Она идет туда, то есть, она туда, где она востребована. А мы еще способствуем, мы конкретно установками говорим. Там идут установки на образ достижения и на исключение симптомов. Например, при бронхиальной астме установки на образ достижения, то есть что мы хотим добиться, чтобы дыхание будет чистым, легким, свободным, общее состояние будет отличным. Вот мы что хотим добиться, установки на образ достижения. Установки, исключающие симптомы. Какие симптомы? Хрипы, одышка. Хрипы пройдут, одышка полностью прекратится. Дыхание будет чистым, легким, свободным. Общее состояние будет отличным. И вот мы 5-7 минут повторяем одно и то же. Самый простейший принцип внушаемости и внушения, это многократное повторение. Мы слышали такую поговорку в народе, что если человеку постоянно говорить, что он свинья, то он захрюкает. Слышали такую поговорку? Это имеет. Если мама ребенка хвалит и говорит, что ты у меня такой-такой, это имеет свойство внушения, и это потом срабатывает. А если она ему говорит, что ты дебил, будешь дворником и алкоголиком, если она постоянно это говорит, то тоже имеет определенную силу внушения. Так вот у нас в установке, в курсе гипнотерапии, 10 сеансов. Представляете? 5-7 минут, одни и те же установки мы доним. 5-7 минут. Один сеанс. Второй сеанс. Это только вот тут код информации. Там еще установки есть. Подготовительная установка, заключительная установка. При сахарном диабете. Образ затяжения. Что мы хотим добиться? Поджелудочная железа будет полноценно вырабатывать инсунин. Уровень сахара в крови нормализуется. Общее состояние будет отличным. Установки исключающие симптомы. Какие там симптомы? Головокружение, обморочные состояния полностью пройдут. Сухость во рту исчезнет. Отечность ног прекратится. Поджелудочная железа будет полноценно вырабатывать инсулин. Уровень сахара в крови нормализуется. Общее состояние будет... И он. Повторяю, повторяю, повторяю. Мы пробудили эти энергетические ресурсы и направляем их туда. Но установки должны быть примитивными и понятными. То, что мы будем внушать. Бабушкам, значит, мы ей объясняем, что поджелудочная железа будет. Но в основном уже это все знают. То есть мы... И в момент моделирования текста внушения мы используем слова пациента. Если бабушка говорит, не слабость, а квелость. Квелость, значит, мы не говорим, не слабость, а квелость полностью исчезнет. То есть она говорит, не хрип, а он сипит у меня. Такое сипление, значит. Сипы прекратятся. Вот как она говорит, так и мы должны говорить. Потому что она под этим словом подразумевает вот это состояние. А если ты скажешь другое слово, то это другое. Поэтому мы... Вот. Значит, общий принцип гипнотерапии – это пробуждение внутренних энергетических ресурсов. Направление этих ресурсов к тому органу или системе организма. Установки на образ достижения, что мы хотим добиться от этого органа. И в целом от организма. И установки исключающих симптомов. При многокадном поколении. Вторая ступень – кодирование от алкоголя, кодирование от табака и курения, кодирование от ожирения, кодирование на перестройку психологии. Сейчас, не затрону, что про это расскажу. Общий принцип гипнотерапии, лечение от заикания, коррекция зрения, снятие острой голодной боли, лечение при спайках маточной культуры. Если есть по второй ступени какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте и про перестройку психологии расскажу. Какие вопросы? По второй ступени. Также практически мы отрабатываем все. Мы научились погружать, проводить тест. Мы уже знаем, при какой патологии, какая глубина требуется. Также практически мы это отрабатываем. И, чтобы не писать, как учебное пособие, я даю распечатку, все написано, все тексты написаны. В принципе, любые заболевания, которые могут быть на основе психологии, не имеют значения. Менеются речевки и более конкретный подтекст накладывается. И вообще, извиняюсь, история гипнотерапии полна такими просто фантастическими случаями результатами. Преобразование ткани. Слакашев-добракашев. Мой ученик, ну он врач, дерматолог, девушка попалась. Ну, не сильно там у нее проблемы, просто ожог предпечья. Но он когда начал в активном трассе, она сидит, и он делает ас, и делает кнушение. И прямо на глазах, он говорит, как в мультфильме, начал бледнеть, кожа разглаживаться. И вот этот ожог в пяти копеечках, говорит, у нее голова закружилась. То есть, он говорит, у меня руки задержали. То, что, ну, прямо на глазах. Вот такие бывают случаи. И гипертензия тоже, да, длительная, там, ну, артериальная гипертензия, гипертония. Да, тоже. Тоже, да. Тоже, да, работают даже с такими состояниями, да, ну, параллельно с академической медициной, да, используется и гипнотерапия. Не так, чтобы перешел, да, то есть гипнотерапия, и просто, даже при необратимых каких-то процессах, да, используют гипнотерапию. Вот только потому, что история, мировая история гипнотерапии, то есть, полна вот этими фантастическими случаями. Смотрите, может ли какое-то вредность человеку откодирования? Вот, его откодировали, а там, кероризм, он хочет выпить, и вот, или, вот, или, что-то там, идет борьба. И вот его выпить хочет, и не может, и его тошнит, и вот это вот состояние может ли как-то сказаться на... Я хотел бы добавить как раз к этому и случаю, то есть могут ли... Я ставлю человеку установку, а у него ещё старая осталась, и они входят в конфликт между собой, эти две установки. Такое может быть? Может. Может зависит от... То есть двойные убеждения, потому что одно вроде как хорошее, второе плохое, но они вместе как бы... Зависит от авторитета оператора. Вот Кашпировский рассказывал, на сцене военной части, на сцене с солдатами он проводит, супер... А там Ликников, когда зал большой, супергипномерный, вот он к ним расцепились, вывел там 250 человек, то есть 7 человек 100% супергипномерный. Вот они вышли, то есть и всё, любые сюжеты, вот он там ромашки собирает, то есть... Иванов, срочно в часть! То есть в тот раз встал и побежал-то, то есть... И всё, то есть тот перейдёт, потому что императив и авторитет командира, то есть намного выше Кашпировского. Поэтому это зависит от признания. Вот признания. Например, вот я сейчас ещё одну тему расскажу, тоже вопросы. Возникает часто на эту тему. Что своих родных и близких, друзей, да, с которыми вырастут друг друга там под зад пинками пинали, то есть... Сможешь ты там закодировать и прочее? Сможешь только тогда, когда ты одного кодировал, закодировал лечение от заикания, вылечил, не заикается, когда он знает твои способности и видел их и знает про них. Тогда он говорит, зачем я поеду куда-то, то есть вот я приду к Петю, пусть он меня закодирует. То есть он видел твою работу, и здесь уже никакой субординации не требуется, потому что он видел и доверял. Здесь вот степень доверия, и вот я ещё отвлекусь. Диапазон гипнабельности вот есть у каждого человека. В общем, это определённый диапазон гипнабельности, да? Но, вот одинаковый диапазон у Васи и у Серёжи. Вот Васи с этим диапазоном приходит кодироваться от алкоголя и говорит, Пётр Александрович, у нас в гараже, да, Федя кодировался у Вас три года тому назад от алкоголя. И вот всё он не пьёт, всё у него хорошо, и вот он мне порекомендовал Вас. То есть я пришёл, тоже хочу закодироваться, ну не на три года, на пять лет. Вот в его диапазоне сейчас его состояние на самом высоком уровне. Гипнабельность. Его можно просто там, на пять лет, на пять. На пять лет кодируем. Тыкнул, и всё, и всё. Ну, условно, конечно, так не надо делать всё. Потому что он готов, он видел результат. Другой с таким же диапазоном приходит, но у него на самом низком уровне сейчас гипнабельность. Потому что он говорит, понимаешь, что ходил к одному, денег заплатил, толку нету, вышел. То есть пить тянет, выпил, никаких реакций. То есть ко второму тоже самое и вот эти методики. И в эту клинику ходил, и в целительном ходил, и за кого вы делали. Ваша методика чем-то отличается? Я не верю. Вот два человека одного диапазона, но один сейчас на самом высоком уровне, а другой на самом низком. То есть с ним тяжело работать. То есть поэтому надо предварительно какие-то работы провести, чтобы он почувствовал какие-то ощущения. Ну я рассказываю об этом. Как раз сейчас вот я к этому подхожу, если ещё какие-то. А! На ваш вопрос. Кодирование само по себе, оно не вызывает никаких побочных эффектов. Да? То есть, говорит, влияет на потенцию, или какие-то болячки начинают. Просто не чувствуется, на потенцию ни на что не влияет. То есть только то, что мы внушали. То есть, если ты выпьешь хоть градус в пиртном, у тебя начнутся спазмы. Будет рвота. Парализует руки, ноги и остальные части своего тела. Желание пить полностью исчезнет. Делаю кодирование на желудок. Если в желудок попадет хоть градус в пиртном, то есть вот эти установки, вот они реализуются. Перед тем, как внушать кодирование на собеседживание, мы пациенту полностью весь текст прогоняем. Он должен знать, что ему будет внушать. Мы согласовываем, что есть у тебя какие-то претензии к каким-то установкам. То есть, мы рассказываем, что такое параличное, но я сейчас не могу углубляться полностью кодированием. Объясняем. Поэтому в рядов кодирования и гипновоздействия могут быть не сами состояния, а только установки. Если твои установки на разрушение, значит они могут сработать и вызвать вот это разрушение. А если они созидающие, то есть они только созидание. И мы объясняем пациенту при кодировании и близким, он обычно приходит с кем-то близким. Потому что алкоголик, ну дай ему, у меня 20 тысяч стоит кодировать, ну дай ему 20 тысяч и иди-ка петь и закодируйся. На магазин через магазин. Не дойдет он, конечно. Поэтому не приходя с кем-то там. С другом, с товарищем, с братом, с родственником, с мамой, с женой, с сестрой и так далее. И мы говорим, и ему говорим, что в течение одного-двух месяцев процесс адаптации, перестройки, человек может быть или замкнутым, или раздраженным, таким как бы злым. То есть и родным и близким предупреждаем, что смиренно, лояльно отнеситесь к этому. И потом этот процесс вот полтора-два месяца адаптации в дальнейшем станет мгновенно нормальным человеком, таким и был. То есть происходит определенная перестройка в организме. Поэтому только разрушающие установки могут вызвать вред. А само трансовое состояние, созидающие установки, они только полезны. И все программы, которые мы будем проводить с пациентом, мы с ним согласовываем. У нас перед каждой работой собеседование, это тоже процесс воздействия. Не просто вот мы с ним любезно разговариваем, а там регламентированные вопросы, ответы. Даже ответ, если он многословно отвечает, мы его должны пресечь и четко сказать. Конкретно скажем так, так, так. Поэтому перед кодированием мы его на собеседовании с ним согласовываем весь текст, который мы будем внушать. Какие-то установки можем извлечь, если не нравится. Какие-то слова можем преобразовать, переделать, заменить индивидуально. И вот перестройка, кодирование на перестройку психологии. Которые вот я, например, человек на низком уровне гипнабильности пришел кодироваться от алкоголя и там, 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 да. Надо ему сейчас какую-то подпетку дать. И вот это программирование на перестройку психологии, можно назвать это... Наташа, можно еще водички? А там второй стаканчик стоит. А, здесь она? Нет, вот-вот, вот рядом. А, да? Спасибо. Замечен, употребление алкоголя не было, но по утрам жадно пил холодную воду. Перестройка, кодирование на перестройку психологии можно назвать аккумулирующим фактором воздействия. Аккумулятор, все знают эти вещи, которые дают энергию. И вот это программирование, он как бы дает энергию, активируя достоинство человека. Там идет двойное программирование. Одно программирование проводится в состоянии активного транса, другое в состоянии пассивного транса. Вот я сейчас... Ну, я быстро не так, как оно должно быть, я быстро так, чтобы слова подняли, что там идет. В состоянии активного транса мы можем поставить пациента на доску с гвоздями, сознание воспринимает боль. Снижается критичность сознательного анализа воспринимаемой информации. И очаг сознательный, который воспринимает болевые ощущения, через этот очаг информация проникает в бессознательную часть пассива. На беде стекла, на доску с гвоздями, ну или делать манипуляции. Ну, можно никаким манипуляциям просто поставить носу с гвоздями, делать программирование. Программа такая идет. Сейчас в твоем организме формируется сильный энергетический стержень. Никто не сможет повлиять на тебя ни словом, ни взглядом, ни мыслью. Ты сможешь оказывать сильное влияние на людей. Ты будешь искать и находить все новые и новые пути для решения своих задач и проблем, для достижения своей цели. У тебя появится неудержимое желание доводить все дела до конца. В момент колебаний и нерешительности ты почувствуешь, как что-то в твоем организме переключится. И твой организм, твой мозг будут работать в активном режиме. И все у тебя получится. Идет дальше повтор уже утвердительно. Сейчас в твоем организме полностью сформировался сильный энергетический стержень. Но имеется не то, что когда ветром потянуло, то есть пошли, Вася, пошли. А вот в своем, то есть своя как бы сила воли. Далее установки. Никто не сможет повлиять на тебя, а только ты будешь оказывать сильное воздействие на людей. Ты будешь искать и находить все новые и новые пути для решения своих задач и проблем, для достижения своей цели. То есть никому здесь не получилось ничего. Значит, как говорил Райкер, через завсклад, через начальник обувного отдела. То есть какие-то пути можно найти всегда и решить вопрос. Далее установка. У тебя появилось неудержимое желание доводить все дела до конца. Тоже часто бывает, человек говорит, начал, начал, потом ну что-то вот, опустились руки, кураж пропал. А здесь как бы внутри тебя опять толкает, опять какой-то огонь горит, желание возникает. Второе программирование. В пассивном трассе. То есть мы погружаем в сабвозное удобное состояние. Сейчас ты услышишь программу, которая зафиксируется в твоей памяти, в твоем сознании и подсознании. И в дальнейшем эта программа будет влиять на твои мысли и поступки и эффективно реализовываться в жизни. Программа пяти качеств характера. Первое качество. Самоуверенность. Ты веришь в себя. Ты веришь в свои силы. Ты веришь в свои способности, в свои возможности. Ты самоуверен. Ты самоуверен всегда, везде и во всем. Самоуверенность. Это качество помогает тебе. Три раза это повторится. Второе качество. Все качества по три раза в установке. Второе качество. Самообладание. Ты владеешь собой. Ты владеешь собой всегда, везде и во всем. Ты владеешь собой, ты хранишь свою энергию и не растрачиваешь ее. Ты владеешь собой, ничто, и никто не могут вывести тебя из равновесия. Самообладание, это качество помогает тебе. Третье качество, воля. Ты волевой, ты волевой всегда, везде и во всем. Усилием воли, ты влияешь на свой организм, избавляющий от недугов и хворек. Усилием воли, ты легко избавляешься от вредных привычек. У тебя сильная воля, ты легко добиваешься всего. Воля, это качество помогает тебе. Четвертое качество, твердость. У тебя твердый характер, ты тверд. Ты тверд всегда, везде и во всем. Ты тверд в своих словах, в своих мыслях, в своих действиях. Твердость, это качество помогает тебе. Пятое качество, терпение. Ты терпелив, ты терпелив всегда, везде и во всем. Ты терпелив, ты умеешь терпеть, ты умеешь ждать. Терпение, это качество помогает тебе. Пятое качество, терпение. Ты терпелив, ты терпелив всегда, везде и во всем. Ты терпелив, ты умеешь терпеть, ты умеешь ждать терпение. Это качество помогает тебе сейчас. Ты услышал программу, которая зафиксировалась в твоей памяти, в твоем сознании и подсознании. И в дальнейшем эта программа будет влиять на твои мысли и поступки и эффективно реализовываться в жизни. Вот пришел этот алкоголик, я не делаю ему кодирование, от алкоголя. Я делаю ему вот это аккумулирующее программирование и ему говорю, что желание твое правильное. Ты понял, что на тебя разрушающий влияет алкоголь. И на здоровье, и в социуме. Все? Извините, в Москву через полчаса. Спасибо большое. Твое решение, правильно? И пусть твое решение, я тебе сейчас сделал такой аккумулятор, который тебе поможет еще сильнее, чтобы возникло твое желание. И пусть твое решение развернется во времени на три дня. Через три дня на четвертый ты придешь кодироваться. И вот он уходит, и вот он чувствует. Да что? А сил у тебя хватит, и ты придешь. И вот он чувствует, что какую-то ты ему попитку дал. Что вот он на правильном пути встает. Да, то есть, и ему пить не хочется. И вот вроде как бы ты его прибодрил. Да, то есть, и он уже на четвертый день переходит, уже вот как бы готовый. Готовый, вот уже отдается, расположен. Да, то есть, пожалуйста, кодируйте. И он чувствует, что вот эта программа, она как бы давала ему возможность. И он как бы ждал, что быстрее и быстрее он хочет закодироваться. И чувствует, и приходят они после вот этого. И говорят, знаете, вот по факту, хотелось быстрее к вам прийти закодироваться, да, то есть, о водке даже не думал, то есть, пить не хотелось, не тянулось, и даже мысли не было. То есть, он уже как бы, он уже период, и называется перестройка психологии. Да, то есть, она завуалированная. То есть, активация качества характера, то есть, они дают. То есть, у него свои мысли рождаются. Он уже как бы начинает думать о трезвом образе жизни, что дальше будет и как дальше будет. Он уже, здесь он уже, вот ты ему дал эти три дня, и его желание развернулось во времени в три дня. То есть, он уже идет со 100% желанием закодироваться. Вот программирование на перестройку психологии. Оно используется не только перед кодированием, то есть, оно используется в разных случаях. Человек нерешительный. Сильно волнуется этот человек. Или вот сейчас ему нужна какая-то помощь, вот он хочет добиться вот этого результата. Вот, на все согласно, я вам заплачу, сделайте мне. Вот, поколдуйте, да, то есть, дает подпитку. Это аккумулятор дает энергию и активирует самоуверенность, самообладание, волю, твердость, терпение. Независимо от того, на каком уровне человек может быть, там волейбур, твердый, там и прочее. Но он не должен себя сравнить с тем, относительно самого себя, нет предела развития и совершенства. То есть, еще сильнее он чувствует в себе новый запал, новые силы, новые энергии, которые побуждают у него хорошие, приятные, созидающие сюжеты. Идеи. Вот, по второй ступени, я рассказал, что включает в себя эта программа. Еще какие вопросы есть на второй ступени. Если нет вопросов, перейду к третьей ступени. А в каких-то случаях музыкальное сопровождение можно использовать? Обязательно. Музыка используется обязательно, да. Музыка, я говорю, использую музыку. Музыка релаксирующая. Она свою работу выполняет. Она водит на человека. Альфа, фарикульта. Музыка, мало того, что она выполняет свою функцию и способствует релаксации, успокоению. Она еще фонирует. Кто-то там что-то каблучками затручал, кто-то дверь хлопнула. Потому что там какие-то крики там. Музыка, она фонирует эти звуки. Он слышит твой голос. И музыка как бы фонирует. То есть, обязательно музыку используется, да. Даже на собеседнии я использую музыку. Я даже на занятиях использую услугу. Просто иногда некоторые говорят, ой, плохо слышно, можно музыку выключить. Ну, если хотите, я выключаю, конечно. Скажите, а в прикодировании и лечении учитываются как-то вообще причины заболеваний? Потому что мы делаем установку человека на исцеление, но при этом, если не убирается причина, то причина как бы остается. И тогда получается, организм на нее будет реагировать либо через другое заболевание, либо через повтор этого же. То есть, вы на это не обращаете? Я говорю, что я не во второй ступени не передумал ничего. То есть, это не моя программа. Я сделал выбор. Есть работы, где идет работа не только с причиной, а даже работа с людьми, которые, например, относительно алкоголя. Иванчик в Казахстане разработал методику, где идет работа с человеком, который не желает кодироваться. Обратилась к нему жена, кто-то или мать. И он под каким-то предлогом входит в контакт с этим человеком, то есть, он входит к нему. И он проводит. То есть, есть методики и причины тоже, да? То есть, человек, например, молодой парень очень скованно чувствовал себя с девушками. Войдя в контакт, он начинает стесняться и не знает, о чем говорить, ни мы, ни как. Выпить немножечко, два бокала вина, он красавчик, раскрепощен, все у него получается, все прекрасно. И вот он бросил пить, закодировался, злоупотреблял, дошло до алкоголизма, закодировался, и опять у него проблемы. Ну, я просто так условно говорю. Возникает определенная проблема. То есть, это, другая работа. То есть, это зависит от вас. Я даю вам программу, то есть, вы ее прикладываете к своим программам, много у меня откусил, и ценителей, специалистов других областей. Я даю программу, вот как она есть, как используется кодирование в клинике. То есть, тоже там причины никто не разбирает, что я не пришел к человеку, кодируется. Разные методики. Вот, с кем я работал, это Гольберин Яковлевич, он кодировал Василия Сталина. И вот я расскажу, какие методы кодировал Василия Сталина от алкоголя на год. И год тот не пил, и его не тянуло. Но потом, то есть, он должен прийти через год коррекцию кода. То есть, на 5 лет не буду кодировать. Он пришел и говорит, что я не хочу кодировать. То есть, мне не нравится трезвый образ жизни. То есть, кодироваться я не буду. То есть, я буду алкоголиком каждый день, если бы пить там ненаверное количество вина, вещи. Поэтому человек... То есть, методики есть множество разных. Методики вы можете прорабатывать. Работа там с причиной. В патологиях тоже есть определенные патологии, где важно знать причину. Есть патологии, которые... Ну, не важна причина. Стоял человек... Холодно он легко был. Одет простыл. То есть, вот причина. То есть, ну, что с причиной работать? Ну, одевайся, поработай в жизни. Одевайся потеплее, да? То есть, закаляйся, то есть, не перехлаждайся. То есть, вот и вся причина. То есть, здесь надо работать со следствием. Там что-то. Воспаление любых там, или по-женски какие-то проблемы. То есть, поэтому есть, где важно работать с причиной, но та методика, которую я преподаю, нет. То есть, и, например, очень эффективный метод лечения от заикания, тоже независимо от причины. Есть множество разных методов, допущие. И я знаю. То есть, ну, вот я думаю этот метод, Владимир Владимирович Райкова. То есть, тоже там независимо от причины. Но там, как бы, шоковая терапия. То есть, он сразу начинает говорить. То есть, сразу. Повторяй за мной. Я буду говорить четко, ясно, без опинки. Я буду говорить четко, ясно, без опинки. Я буду говорить четко, ясно, без опинки. То есть, сразу. То есть, у него глаза вот такие. То не понимая, а здесь начинает говорить. То есть, человек нефиганно. Ну, вот так. А лишний вес, например, очень часто люди заедают в стресс какой-то. Хронический стресс, постоянное какое-то воздействие. И человек заедает этот стресс. из-за этого лишний вес набирается моему установку даем на отвращение там мучному сладком еще чем обычно там тоже стресс заедать или там живой пищи а стресс остается и он начинает по-другому как-то у него проиграться работа со состояниями умение утерпать свое психическое равновесие как раз перестройка психологии самообладание определенные на тренинги определенные моделирование текстов индивидуальные по перестройке психологии определенные упражнения даются это уже работа психолога которая не предполагает гипнотерапии ведь гипнотерапии и психологи и в академической медицине в основном используются в комбинации и на гипноз и например при лечении лечения приспать как маточных трубок то это идет дополняющие к основному методу лечения например каталектический мост способствует приостанавливанию роста раковых клеток но это дополнение к медикаментозному лечению то есть является вспомогательным фактором медикаментозного лечения просто одним каталектическим мозгом не вылечишь человек не надо рассматривать гипноз как панацею да конечно конечно как отдельный инструмент который может с чем-то совместно или тоже вот это психологически определенные проблемы меня как-то в каунас пригласили на телевидение и там семь историй и надо использовать амнезию причину заблокировать информацию и там из семи человек семь историй то есть четыре человека где не надо использовать амнезию просто как бы работа психолога я с ними поговорю в течение трех часов допустим они сбавятся от патологии надеваться некуда договорились все готово на телевидение что делать поэтому я использовал амнезию хотя это можно было решить гораздо проще и без всяких ватрансовых состояний поэтому не всегда гипнозы требуются еще вопрос про третью ступень да третья ступень нетрадиционные техники гипноза которые в народе называют цыганским гипнозом который называют уличным гипнозом техниками которые называют нерволингвистическим программированием нлп то есть завуалированные техники гипнотического воздействия но ту программу которую я даю она отличается от нлп в том что она не терапевтическая то есть это моделирование подачи деловой информации в бизнесе в коммерции в жизни мы используем где угодно то есть моделирование и подачи деловой информации информационная модель в среднем три с половиной минут максимум пять минут мы должны призвать человека к принятию того решения которое для нас требуется есть психология понятия убеждения и понятия внушения убеждающая информация эта информация которая имеет обоснование это аргументированная информация то есть неоспоримая истина сегодня пятница завтра суббота 1 сентября первый день осени то есть реальные факты то есть аргументированная информация это убеждающая информация а внушающая информация она не имеет аргументации и обоснования так вот информационная модель заключается в том что мы должны в косичку заплести внушающую информацию с убеждающим здесь идет не обоснованная информация но сразу бац обоснованная у человека вроде как возникает вопрос а ты говоришь сегодня пятница завтра суббота и здесь у него как бы согласие у него возник вопрос а потом бац и сразу согласие то есть внушающая информация переплетена в косичку с убеждающим и сама вот этой информационный блок вся этапа модель когда преподача за человек не осознает что то есть в вроде он с этим согласен, с этим согласен, с этим согласен, с этим согласен. То есть та глушающая информация, она как бы… И в этой информационной модели есть ключевая информация. Ключевая информация , она состоит из двух частей. Первая часть ключевой информации называется образ достижения. Это то, что будет иметь клиент, согласившись со мной, приняв предложение. Что он будет иметь? Деньги, социальный статус, хорошую работу, автомобиль тоже. Конкретно что он будет иметь? Согласившись со мной, приняв предложение, поднял со мной на сотрудничество. И вторая часть ключевой информации называется пути реализации. Что для этого нужно сделать? Подписать, оплатить, работать отзади до зали, сделать звонок, сказать кому-то слова. Пути реализации. Вот это ключевая информация. Мы ее должны закодировать. Эту ключевую информацию. Она идет прямым текстом. У нас есть два вида информации. Одна информация называется сигнальная, другая кодирует. Одна суть, одна и та же, но процессы нейрофизиологические и биохимические в организме совсем разные. Вот сигнальная информация, к примеру. Если сейчас ты со мной согласишься, то есть я тебе подаю оргус. Это сигнальный образ достижения. Это сигнальная информация. Она воспринимается логическим полушарием. Логическое полушарие начинает анализировать. Маленький оргус. Блинный, деформированный, в разрезе зеленый. Да, то есть разные вариации могут быть. А теперь кодируемая информация. Я проговорю про то же самое, только я задействую зрительные, аудиальные, обонятные, вкусы, сочинения. Все каналы сейчас 5. И тогда ты получишь арбуз. Зеленый, полосатый. Килограмм на 15. То есть вот ты видишь конкретно по визуальному каналу ты видишь какой зеленый, полосатый, вот такой большой, по гинестетическому. Килограмм на 15. Такой спелый. Я один купил, нож только лопнул. Аудиальный даже лопнул такой спелый. Красный, сочный, такой аромат. Воспустающий аппетит невозможно удержаться. Я попробовал такой сладкий, сочный, прохладный, никогда не ушел. То есть и слюно-делительный процесс, и желание покушать это другие биохимические процессы происходят. То есть я задействовал 5 каналов восприятия. То есть это еще психологи называют васюки. Помните Остап Бентер в 12 стульях? Когда сеанс одновременной игры в шахматы. Он не просто то есть я выиграю и выпал это обоснование феномена технического воздействия. И этот процесс он исследовался. И когда начиная от отработки и объяснения теории мысленного воздействия теоретической части я рассказываю процесс вот как подошли к тому что мыслеформа должна быть динамичной что персепиент и индуктор должны находиться в вибрационном резонансе то есть в состоянии сопереживания вот на одной волне как радио сейчас мы включим радио на какой-то волне там поет Алла Пугачева например джаз FM там поет Алла Пугачева но мы ее не слышим эфир идет а мы не слышим чтобы ее услышать надо настроиться на эту волну поймали волну и мы слышим и мы можем мысленно вещать человеку а он нас не слышит потому что мы не на той волне а если мы его настроим на ту волну тогда наше вещание то есть воспримется им и вот одним из факторов одним из самых важных факторов то есть это установление вибрационного резонанса то есть вхождение в состояние сопереживания если дистанционное воздействие то используется посредник посредник или мы должны точно знать расписание человека например я знаю что этот человек пунктуален и в два часа начинается обед и он обедает там в течение полчаса и после обеда он чувствует себя прекрасно а до обеда он пока голодный он ничего не слышит ничего не понимает то есть для него очень важно когда пообедает он очень расположен в состоянии расположения духа очень ему хорошо он находится в том состоянии которое я понимаю в каком состоянии находится и я сейчас могу подстроиться войти в это состояние и вещать его а если я не знаю в каком состоянии находится хоть завещайся я не на одной во мне нахожусь поэтому в дипломатии проводились ведутся переговоры за границей с кем-то ведутся переговоры и вот этот и вот говорят операторам которые по одной и той же методике одну и ту же мыслеформу будут отсылать каждый может у себя во столько это время на того человека они должны знать внешне этого человека вы должны посылать эту мыслеформу потому что ровно два часа этого человека ведут сейчас в состоянии положительного переживания из десятибанной системы где-то на плюс семь а этот человек он коллекционер холодного оружия и наши ему привезли морской кортик времен Великой Отечественной войны кортик такой ценности не представляет но у него нет кортика вот это нашего кортика и тем более во время войны и ему неожиданно делают этот презент то что он коллекционер то есть ему приятно если ты ему подари ну что там как говорится портфель за такие же деньги ну подарили подарили а если вот это то есть это его родное любимое то есть он сейчас находится в очень хорошем состоянии то есть он находится в определенном состоянии которое индукторы знают в каком состоянии и они входят на эту волну этого состояния и они индуцируют определенную мысль и форму и при переговорах три варианта которые можно принять он склонен принять вот этого варианта а наша цель нашим образом чтобы он принял вот этот вариант и идет мысленное массивное воздействие то есть сколько операторов на него вещает никто не знает и вот позиция и на удивление всем остальным дипломатам он принимает именно это решение оно как бы рождается у него то есть есть мысленный посыл это называется мыслеформа образа достижения которое влияет на принятие решения а есть мыслеформа дистанционного воздействия которая называется мыслеформа посев когда у него как бы семя посева прорастает у него прорастает определенная идея и не ты ему говоришь что давайте сотрудничать у меня вот хорошая идея у вас хорошие деньги на то есть это а он тебе говорит слушай Сережа вот у меня есть деньги я вижу ты не глупый вот давай сформулируй вот эту идею и мы давайте сделаем вот это то есть он тебе выходит с твоей идеей как будто вот она у него у самого родилась дистанционное воздействие имеет две мыслеформы мыслеформа образа достижения которые призывают человека к принятию решения и мыслеформа код посев которые при посеве кодируемой информации в дальнейшем мы должны поддерживать определенный контакт мысленно опять же в определенные состояния знаем чтобы мы входили в определенные в состояние вибрационного резонанса делали посыл определенных мыслеформ сам медтехники они не то не настолько сложны но они требуют отработки практически у меня есть специальные бланки главных называемых техникам мысленного гимнусу и мы используем в бланке идут визуальные мыслеформы зрительные аудиальные мыслеформы и кинестические мыслеформы и мы делаем за занятием это 90 посылов 30 посылов по визуальной по аудиальной по кинестетической мыслеформы далее я говорю определенные задания которые вы должны выполнять и дома тренироваться далее далее опять мы берем этот бланк опять делаем 90 посылов то есть нам за курс надо сделать где-то 400 тире 500 посылов наблюдается что если первый раз из 90 посылов сделалось и здесь из 30 было 5-7 совпадений здесь 5-7 второй раз ты смотришь у тебя 8-9-10 12 только надо постоянно работать если ты взялся в партнере с одним человеком и следующий раз только с ним ты работаешь то есть для чистоты эксперимента на каждого ты по-разному влияешь поэтому для чистоты эксперимента и ты видишь наблюдаешь что с каждым разом количество совпадений у тебя увеличивается увеличивается то есть получается что количество переходит в качество то есть тренируйся и у тебя получится и получится и получится и получится как я как они называются там у меня второклашка сынок и вот это электронные саблы месяц там такой светящийся и вот ну и вот он учится балансировать на палец ставишь а здесь у него ручка такая тяжелая его легко и я говорю ну вот он падает упал ты опять старайся и чем чаще делаешь все дольше и дольше вот я считаю раз два три четыре упал а потом раз два три десять я говорю теперь отдохни когда вот немножко отдохнешь я тебе скажу опять начинать ты начнешь у тебя сразу лучше получится и вот он с передышки и вот он удивляется что сразу у него это то есть вот он где-то полчаса позанимался у него все лучше и лучше на следующий день проснулся берет и сразу вот у него балансируется да то есть и здесь точно такая же история то есть ты развиваешь 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 и у тебя повышается 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 это как говорится при отработке этих техник да мы одним выстрелом убиваем два зайца мы нарабатываем техническую часть да в правильной последовательности и тренируем концентрацию внимания в оливную концентрацию удержание мысли формы удержание концентрации на определенной мысли формы да и когда 90 посылов ты делаешь у тебя уже как бы ну развивается эта способность удерживать мысли формы сначала сначала ты эту мысле форму представляешь но тебя что-то отвлекает а потом с каждым раз ты прям четко там представляешь что он выполняет это действие там четко там представляешь что он выполняет это действие таким образом развивая способность удерживать концентрацию внимания на мысле форме делая правильный посыл и видя результат а уверенность нам дает результат мы видим результат и это нам дает определенные силы как бы вот гипнотическая сила она накапливается за счет результата кодирован и закодирован результат есть ты чувствуешь прилив силы лечил язык не вылечил ты чувствуешь прилив твоей силы эквивалентом запрачиваемой энергии является не деньги которые тебе заплатил пациент а результат деньги я заплатил а результата нет и ты у тебя никакой силы нет и ты вот так себя чувствуешь а когда хоть и ничего не заплатил но ничего нельзя а вот хоть шоколад купил 10 рублей дал то есть ты чувствуешь и вот на первых парах я всегда говорю когда вы выполняете какие-то работы вы стараетесь видеть слабой гипнальности то есть нет ответной реакции не рискуйте потому что на первых парах вам надо больше получить положительных результатов это дает силы это дает уверенность и тогда разницы нету мы кто этот человек там какой он социальный статус занимает мы воспринимаем человека как биогет воздействие воздействие если мы его будем воспринимать как человека красивая девушка будет вызывать у нас кокетство маленький ребеночек будет умиление вызывать авторитетный дядя будет вызывать как бы ответственность то есть они получается воздействуют на нас а мы должны абстрагироваться от восприятия для нас это биогет воздействие то есть мы воздействуем мы абстрагированы от восприятия так вот все формируя в себе данную способность и получив определенное количество положительных переживаний тогда ты будешь чувствовать себя очень уверенным и тогда независимо ты видел что 100 человек туда зашли с этой просьбой и их послали а ты идешь уверенно я же советский человек заходишь тебе дают как так нас послали тебе дают то же самое как вот меня просили поговорим не могу я им все объяснил я говорю ну какие там плюсы у них там условно 20 плюсов и всего два минуса я говорю как ты мог с ними поговорить чтобы они тебя послали они тебя руки должны целовать он говорит ну так ты не выпендривайся если можешь помочь иди помоги я пришел разговариваю я говорю что он нам это не сказал с удовольствием мы согласны мы сами вот это сделаем сами вот это сделаем да это отличное дело я с ним сажусь в машину говорит я им то же самое сказал ну вот я и говорил про информационную модель да информация то одна а как ты ее подал как ты вошел в контакт как ты поймал мысль о чем ты говоришь и о чем он думает то есть ты должен обладать его мыслительным процессом ты не должен отпустить его еще еще важно вот в информационной модели вербан словесный я сейчас переключился то что определенный раздел информации должен создаваться монологом поэтому мы должны обеспечить возможность выдать информацию три с половиной минуты каким образом можно Виктор Васильевич я хочу попросить вас выслушать до конца мои предложения а в дальнейшем с удовольствием отвечу на все возникшие вопросы и паузу не надо то есть как бы ну понимаешь что такой вариант тоже имеет место быть и сразу говоришь и сразу пошел и пошел и вот взял его мысль и ведешь и ведешь его теми путями которые приятны жизненный путь человека он не всегда осознан человеком и не всегда он понимает сегодня ему хорошо а вчера ему плохо одинаково такое настроение мы выходим из подъезда с соседом здравствуй здравствуй он говорит ты на машине нет метро он говорит ой я тоже пошли вместе ну пошли я в левую сторону он в правую а ты куда я вот так вот он говорит да ты что здесь гораздо ближе я говорю не я привык вот эти дороги ну смотри вот он пошел ближней дорогой мимо стройки прыгнул грязь там вытер обтряхнул здесь идет баки с мусором стоят вонь крысы там бегают да то есть вот он выбрал это его жизненный путь вот метро я иду здесь в сквере утром полили асфальтированную дорожку птички чирикают шелестят деревья здесь кто-то с собачками гуляет здесь спортсмены бегают я иду по реке и шел бы и шел красота да вот у меня птички поют шелест листвы да жизнь радостная вот у него через грязь через помойки вытирают башмаки вонь от мусорных баков и жизненный путь не это не то что такая идея там какая-то цель вот просто до метро мы идем но разными дорогами мы идем и когда ты взял мыслительный процесс человека и поел так что ему сладенько думается вот ты говоришь и вот про это говоришь вот он сейчас думает про это пишет он сейчас думает и соглашается думает потому что ты используешь трюизм то есть неоспоримую истину в которой вплетена твоя информация то есть и ты его повел на этой приятной дороге приятный друг и привел в принятие решения он думает да все вроде четко ясно и понятно и как бы противоречных нигде нету да то есть почему не согласиться то есть и ты призываешь человек принять это решение если он уполномочен принимать это решение вот если не уполномочен время да если не уполномочен тоже важные моменты есть да если человек принимает решение не самостоятельно ну призвал я говорю Вася давай гаражи построим одну стену получается мы сэкономим да то есть она получается одна стена да то есть я